привет друзья после выхода видео рецепта селедка с картофелем в казане от зрителей пришло много различных комментариев видно что людям интересно поэтому я решил продолжить серию блюд с этой рыбой готовим свежую селедку в горчичном маринаде жареным луком в дровяной печи получается вкусно но посмотрим по реакции зрителей начнем в повседневном меню мы мало используем селедку в тушеных или жареных блюдах больше кушаем мало сол или соленую но есть регионы и даже страны где эту рыбку любят и готовят различные вкусные блюда селедки у меня 7 штучек каждая грамм по 400 свежезамороженная свежая нам пока недоступна как и любой другой сорт рыбы селедка имеет хребет и косточки от которых мы должны избавиться отрезаем хвост голову вместе с перьями можно под углом отрезаем колючий животик тут у нее много колючек вместе с перьями вычищаем брюшко икру забираем тушку промыли вычистили животик убрали черные пленочки забыл скал про чешую но ее практически не бывает если есть сбейте ножом это очень легко затем мы отделяем от хребта филе мы будем использовать чистое мясо по минимуму косточек по хребту ведем острым ножом и она легко отделяется у нас остались реберные косточки удалим их ножик под углом нож и срезаем косточки можно пинцетом вынимать на он замечательно выравниваем для красоты и у нас или чистое косточек минимум готовые филе маринуем сухим мариданом это у нас соль и черный перец с добавлением лимона желательно каждую обработать в одну сторону перекладывать а лимон мы посыпем сверху и перемешаем высыпаем лимонный перец на тушке но я перри буду перемешивать и добавляем мелко нарубленной зелени у меня укроп кто не любит запаха селедки укроп поможет справиться перебьет немножко запах и добавить аромата все перемешиваем и оставляем на время из овощей мы будем использовать много лука он послужит подушкой для филе в противне и к вкусным гарниром нарезаем полукольцами фигуры тут не надо какие делать просто рубин да и все в чугунную сковороду я добавил 100 миллилитров растительного масла без запаха высыпаем нарезанный лук обжариваем до золотистого оттенка присматривая одним глазом за луком приготовим вкусный соус для филе сельди селедки 200 миллилитров растительного масла в миску выливаем 2 столовые ложки сахара соль по вкусу она и на столовую ложку хватит кислинки яблочный уксус 100 миллилитров и основной вкус русская горчица 250 грамм перемешиваем все компоненты соуса венчиком до однородной массы кому лень может использовать электрический миксер я хотел филе селедки просто свернуть рулетиком но она плохо форму держит поэтому я решил на шпажки их одеть сворачиваем рулетиком закалываем одну сторону так будет намного красивей от хвостика начинаем сворачиваем рулетиком где заканчивается протыкаем очень легко и удобно так по моему еще и красивее будет вот такие красавцы у нас получились продолжаем перекладываем на противень обжаренный лук распределяем его по всему дну противня это у нас будет луковая подушка под филе сельди она послужит как и гарниром так и украшением сельди селедки размещаем на противень с луком филе сельди но стоя наверное не стоит вертикально сделаем горизонтально чтобы больше соуса попадала чтоб пропиталась соусом хорошо поплотнее у меня еще одна шпажка с двумя штучками вот замечательно сформировали очень хорошо и заливаем нашу красоту пикантным соусом оставим филе пропитываться маринадом соусом пикантным пусть хотя полчаса на немного впитает себя а мы за это время приготовим гарнир что самое лучшее на гарнир все скажут я в том числе это картофель или неважно пюре отварной жареный это превосходное сочетание с рыбой и я сегодня приготовлю на гарнир картофель возьму 9 картофелин крупных и разделю их на крупные дольки вот такие не буду счищивать кожицу кожуру кто не любит с кожурой может убрать ее нарезаю крупными дольками приготовим для картофеля соус заправку маринад простой очень но ароматный 100 миллилитров растительного масла без запаха столовая ложка паприки красной столовая ложка тимьяна сухой чеснок что-то на меня спрессовался соль по вкусу все перемешаем и добавляя картофель порциями стараемся все перемешать чтоб каждому кусочку картофеля достался аромат и маслица на застеленную пергаментной бумагой огнеупорную форму выкладываем картофель и сразу отправим его в печь потому что у него время приготовления дольше чем рыбы мы выровняем время и затем добавим рыбу все просто но будет вкусно отправляем картофель запекаться у него время приготовления минут 40 45 25 минут моего подержим в печи а у рыбы время приготовления 20 минут 25 минут картофель пройдет мы добавим рыбу и они одновременно приготовятся все начали готовить для придания верхней части кожицы филе румяной корочки аппетитной посыплю хлебной крошкой она запечется будет ароматненько хрустяще 20 минут приготовления картофеля прошло можно добавлять рыбку и будем вместе их вынимать все ждем 25 минут встречаемся за столом пробуем хочу показать вам как аппетитно булькает а какой аромат идет из печи картошечка он там уже золотиться корочкой золотой а филешки селедки впитывают себя весь соус красота селедку и картошку я достал с печи вот они нас какие красивые получились они просто благоухают ароматами красота посмотрите на картошечку чудо пробуем к рыбке добавим дольки картофеля на гарнир будем кушать мягенький и и конечно пикантного соуса который оправдает наши ожидания пробуем очень вкусно картофель внутри пюре с рыбкой обалдеть вкусно и вкусно друзья зная по отзывам зрителей что у селедки с использованием нее в жарке или в тушении много противников на это скажу лишь одно вы должны попробовать такое блюдо и вы навсегда измените свое мнение всего вам доброго до встречи на канале